Критика вокруг образовательной реформы, за которую парламент проголосовал на прошлой неделе, не утихает. Против высказались даже в соседних странах, но пока одни ломают копья, другие собственными силами готовят новые кадры. Речь о фермерах из Житомирской области. В местном учебном центре побывала наша съемочная группа. 20 лет назад Дмитрий уехал в Британию поработать, перенять фермерский опыт. А спустя 10 лет решил поделиться знаниями у себя на родине, в Радомышле. Сначала фермер-новатор собрал со всей округи двигатели и агрегаты для наглядности учебного процесса. Построил помещение для занятий, пригласил опытных преподавателей. И все это за деньги, заработанные за границей. У нас все-таки есть 4 больших агропедприятия. Порядка 75% наших выпускников находят в себе работу. Создание новых рабочих мест с достойными зарплатами сейчас ключевая задача для страны, считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Он сегодня приехал посмотреть, как работает учебно-производственный центр. У вас добрая и инициатива. Створили научную организацию с самого нуля. В райцентре вот так вот ограбывают такие азии. Любые перипетии в державе, в ладе, в этих неизвлекаемых. А перипетий этой осенью в государстве достаточно. Чего только стоят грядущие пенсионные и медицинские реформы. Людям дают платную медицину, но не говорят, из каких источников она будет оплачиваться. У нас позиция совсем другая. Мы считаем, что медицина должна быть страховая. И платить за больного должен, за пенсионера государство. А за работника должен работодатель. Это должно быть включено в налоги. Что касается пенсионной реформы, это вообще с нашей точки зрения дикая глупость. Ведь убирать дефицит пенсионного фонда надо наполнением его, надо увеличением отчисления в него. По словам Юрия Бойко, оппозиционный блок не поддержит ни медицинскую, ни пенсионную реформы в нынешнем виде. Так как они ведут к ухудшению жизни людей. А рассматривать такие социально чувствительные вопросы на скорую руку нельзя. У нас полномасштабный экономический кризис. И позиция нашей фракции была, что прежде чем начинать работу парламента, надо, чтобы правительство отчиталось о работе, почему этот кризис случился. И представила программу работы правительства на следующий год. Если эта программа будет утверждена парламентом, тогда правительство получает легитимность. А если нет, тогда правительство уходит в отставку. Лина Зеленская, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер.